Можно ли получить грин-карту на основании брака, пока заявление на убежище находится на рассмотрении? USCIS может поменять статус этому заявителю, потенциальному иммигранту, и выдать грин-карту. В иммиграционном суде это уже фактически депортационный процесс. Порог прохождения больше 50%. Добрый день, меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. В этом видео расскажу про процесс заключения брака и получения миграционных документов в США на основании брака. В том случае, если до этого человек подал заявление на убежище в США и находится в стадии ожидания своего интервью или судебного слушания. Можно ли получить грин-карту на основании брака, пока заявление на убежище находится на рассмотрении? Короткий ответ, да, можно, а более длинно и детально я сейчас объясню. Процесс, каким образом это будет происходить, зависит, на каком этапе находится заявление об убежище в США. Я приведу несколько примеров и объясню в каждом случае, каким образом будет происходить этот процесс. Первый случай. Человек приехал, подал заявление на убежище в США. Заявление находится в ЮСИАЕС, это иммиграционный департамент, который является административным агентством в США. Он в очереди ждет рассмотрения своего дела. В этот момент, в это время он женился или вышла замуж. И подают петицию, они это могут и должны сделать, подают петицию по воссоединению семьи, также в ЮСИАЕС. Их вызывают на интервью по браку, интервью проходит, если все хорошо, никаких подозрений не возникает. ЮСИАЕС может поменять статус этому заявителю, потенциальному иммигранту и выдать грин-карту. А почему? Потому что человек находится под юрисдикцией ЮСИАЕС. Он и заявление на убежище подал в эту инстанцию, и он заявление по браку, чтобы эмигрировать на основании воссоединения семьи. Подает туда же. Если все хорошо, он поменял статус, все, все отлично. Это самый простой, самый лучший процесс. Дальше история усложняется, если дело об убежище в иммиграционном суде уже находится. В случае, если человек попросил убежище на границе США и Мексики, и сразу в суде оказался. Или если он приехал уже в США, подал заявление здесь, но потом ЮСИАЕС передало его заявление в иммиграционный суд. В иммиграционном суде это уже фактически депортационный процесс. Если человек женился до того, как его дело оказалось в иммиграционном суде, эта петиция по воссоединению семьи, она называется Ай-130, она по-прежнему подается в ЮСИАЕС, она там рассматривается, ЮСИАЕС выносит решение, и предположим, это решение положительное, что брак, да, действительно настоящий. Второй этап – изменение статуса. Вот поменять статус, то есть выдать грин-карту ЮСИАЕС ему уже не может или ей. Почему? Потому что этот человек, он или она, они ушли из-под юрисдикции ЮСИАЕС, они уже находятся в иммиграционном суде. Соответственно, надо брать эту одобренную петицию 130-ю и подавать ее в суд, и просить, чтобы судья изменил статус человеку на основании одобренной петиции, нежели продолжать дело с убежищем. Ну, если есть такое желание, конечно. Это второй сценарий, да, он немного усложняется тем, что добавляется вторая инстанция. Не просто все прошли в ЮСИАЕС, если забыли, а после того, как петиция одобрена, и еще начинается процесс в суде. И там тоже надо делать определенные действия. Можно либо ждать заседания по убежью, либо подавать ходатайство, чтобы раньше рассмотрели, так как уже новые обстоятельства возникли. Ну, или можно делать еще ряд дополнительных факторов. Не буду вдаваться в подробности в этом видео, так как это уже более техническая, юридическая работа. Это второй сценарий. Но есть еще и третий сценарий. Предположим, дело человека в иммиграционном суде. Он ожидает своего индивидуального слушания. И уже находясь в депортационном процессе, он женился или она вышла замуж. То есть они женились, находясь уже в депортационном процессе. Порядок такой же, как я рассказала во втором сценарии. Статус можно поменять, но уже на уровне суда. Но требования к доказательной базе о реальности отношений, о наличии действительно супружеских связей, эти требования намного-намного выше. Все заявления на иммиграцию по воссоединению семьи, на иммиграцию на основании трудоустройства, какие-то другие, которые подаются в ЮСИАЕС, то есть в иммиграционный департамент, там зачастую в большинстве случаев порог прохождения больше 50%. То есть надо доказать, что скорее всего больше 50% есть вероятность, что это так, да, так как мы описываем в петиции. То есть что отношения реальные, если это по браку, что действительно человек подходит под предложенную позицию, если это рабочая иммиграция и прочее, и прочее. То есть нам не обязательно доказывать, чтобы у офицера не возникло ни тени сомнения. Нет, нам надо, чтобы стрелка весов качнула в правильном направлении эти 50%. Если же брак заключен, когда человек уже находится в департационном процессе, к нему, к ней, конечно, подозрения повышаются, что, может, это было сделано не совсем с добросовестными намерениями. И в этом случае уже возникает требование, чтобы они доказали реальность своих отношений без тени сомнения. Приведу пример. Семья принесла несколько фотографий, несколько, два было, если точно, два письменных показания свидетелей, что у них брак реальный, все хорошо, и этого было недостаточно, им отказали. И другой пример, когда тоже был заключен брак во время департационного процесса, им одобрили, когда у пары уже родился ребенок. И, ну, это уже понятно, да, наверное, самое лучшее доказательство. Но были и другие ситуации, когда пара совместно купила дом. То есть они совместили свои финансы, и причем, ну, в достаточно большом размере, да, это не какая-то кредитная карточка. Вот, то тоже им поверили, и все было нормально. То есть, как вы видите, просто процесс усложняется, и требования в доказательной базе, к тому, как человек себя спозиционирует, они тоже, конечно, повышаются, повышаются и повышаются. Вот, и есть четвертый сценарий. Четвертый сценарий, если, опять же, третий сценарий, который я описывала, это в том случае, если человек хочет поменять статус в США, да, но если четвертый сценарий, может быть, не все хотят, не для всех это критично, поменять свой статус, находясь в США. Да, предположим, человек уже находится в депортационном процессе, был заключен в брак, и человек может всегда закрыть дело в суде, взять волонтерскую депортацию. Это такой механизм, когда человек говорит, не надо меня депортировать, я сам уеду, не дожидаясь своего суда, дайте мне разрешение, и в тот срок, который судья ему определит, я сам выйду, а не за счет государства. Для чего это надо? Чтобы не возникло десятилетнего барьера на возврат в США. То есть человек закрывает свое дело в суде, берет волонтерскую депортацию, уезжает в какую-то другую страну свою или другую, и уже находясь там, его супруг или супруга подают петицию о воссоединении семьи на основании брака. Это также четвертый вариант, который имеет место быть. Абсолютно разные ситуации, нету такого, что какой-то вариант лучше, что хуже. Почему? Потому что это зависит от интересов, планов и целей каждого индивидуального заявителя. То, что подходит одному, не обязательно будет подходить к другому. Но, опять же, короткий ответ, что да, можно жениться, выходить замуж, можно получить грин-карту на этом основании, а не обязательно продолжать свое дело по убежищу, если нету такого желания. Но как быстро вы получите грин-карту и как просто это будет, зависит от того, на каком этапе своей иммиграционной истории заявитель находится. Если будут вопросы, записывайтесь на консультацию.